Это машина, которая будет стараться вас убить. Это очень быстрая машина, очень быстрая на треке. А мне не так много электромобилей, кроме Тесла, за всё время понравились. Это был эксперимент, который больше похож на скан. Что может пойти не так? Привет, друзья! Первое видео 2026 года. И хочется начать с чего-то жизнеутверждающего, с чего-то, что замотивирует нас, в принципе, двигаться в этом году, как минимум, не славляя оборока. И когда происходит такой год, как происходил весь прошлый, или грядёт следующий, мы, как правило, стараемся надеяться на то, что мы сами можем двигать вперёд. Это наши проекты, это наши новые локации. У нас есть расширенный, более крупный офис в Польше. А есть ещё одна новая локация, которую мы прямо сейчас открываем в Лос-Анджелесе. Будет отдельное видео по этому поводу. И главное, что вы должны для себя вынести, что нам, возможно, именно вы нужны. Потому что нам постоянно нужны люди, талантливые люди. Те, кто могут привнести что-то в нашу команду, сделать её немножко сильнее, сделать так, чтобы двигались немножко быстрее. Это нам надо. Поэтому не стесняйтесь. Ссылка в описании. Пишите. Пишите везде, где сможете нас найти. И присоединяйтесь. Будем двигаться вместе в это непростое время. В электромобильном мире. А уж подписаны на этот канал, потому что мы здесь разговариваем в основном об электромобилях. И смотрим на это немножко под другим углом. Поэтому наши видео уникальны. И стоит подписаться на этот канал. Потому что все остальные говорят плюс-минус одно и то же. И следует какому-то тренду. А мы покажем, что не все тренды одинаковы. И нас порадовала одна компания, которая, несмотря на то, что могла бы развернуться на 180 градусов и пойти туда, откуда пришла, всё-таки поддаёт надежду и, возможно, вытянет за уши тот зачаток электромобильности, который именно мы продвигаем. Давайте подробнее. Значит, что сейчас творится? Ford Lightning, который мне понравился, а мне не так много электромобилей, кроме Tesla, за всё время понравились. Вот Ford Lightning теперь приказал долго жить, его снимая с производства. И на этом всё на сейчас. Возможно, попозже возобновят. Другие компании тоже потихоньку рассказывают о том, что будут переходить или будут совмещать ДВС с электрокомпонентами. Самый яркий пример – это тот чарджер. Он вышел в электроисполнении. Теперь выходит точно такой же, только с бензиновой шестёрочкой. И когда смотришь на это, смотришь сразу же о том, как огромное количество каналов снимает видео, что электротема провалилась. И это был эксперимент, который больше похож на скам и так далее, и так далее. Начинают появляться сомнения в том, что действительно мы в скором времени перейдём на электромобиль. Но если обратить внимание на наши очень-очень давние видео, я там говорил, что электротематика – это не обязательно путь, который захлестнёт весь автопром. Есть задачи, под которые идеально подходит электромобиль. Есть задачи, под которые идеально подходит дизельный автомобиль. Есть задачи, под которые идеально подходит водородный автомобиль. И все эти задачи разные. и скорее всего грядет все-таки большая сегментация а так как электропром все это время до этого развивался с помощью стероидов что я имею ввиду я имею ввиду насильственное такое вкручивание с помощью законов каких-то льгот и еще чего-то то теперь когда чаще всего благодаря тому что америка это прекратила теперь в европе прекращаются какие-то льготы и много чего отрезали порезали и т.д. наблюдается определенный откат тех кто купили уже купили те кто думали покупать или не покупать ну сейчас купили то что выгоднее по цене если это электромобиль это электромобиль если бензиновая машина просто или ту которая дешевле но по моему глубокому убеждению мы все равно потихоньку рано или поздно придем к тому чтобы больше 50 процентов того что двигается по дорогам еще пользования она будет на электроприводе потому что большую часть времени мы проводим городах а для города электромобиль это что-то незаменимое что-то в чем пользоваться на многоприятнее чем двс просто благодаря этому бусту этот определенный рыбок этот рост произошел быстрее но мы с вами находимся в той части которая пропагандирует электромобиль не просто потому что он экономичнее или потому что он удобнее для города а потому что он еще и приносит больше удовольствий и в городе и иногда на треке когда мы выезжаем на некоторых машинах чем многие двс автобит допустим если тесла с нами не идет по этому пути потому что они просто выпускают машины которые из года в год становится дешевле и они ценой вкручивают эту машину каждому ежедневное использование и для продажи огромного количества машин наверное это самый правильный куст потому что вначале вы делаете хороший продукт потом его улучшаете а потом этот хороший улучшенный продукт делаете еще дешевле единственное чего не хватает сервиса но мы с этим помогаем активно поэтому тесла в любом случае будут продаваться что нам не нравится что тесла не продает эмоциональную составляющую этого автомобиля и тут неожиданно для всех нас на рынок выходит машина который я жду единственное в этом году это первая машина который я жду тест-драйв какой год такие надежды надежда вся на бмв и так бмв ее новая м3 м3 это всегда был флагман спортивный флагман от бмв это очень популярная машина это автомобиль скорее всего уже более легендарный чем большая часть бмв который когда-либо выпускали я не знаю другой бмв которые молодежь мы себя к ней еще тоже причисляем хочет больше чем какой-либо другой автомобиль м3 дает максимум по достаточно демократичной еще цене то есть все что едет намного быстрее стоит намного дороже так вот следующая м3 выходит с электропривода и не просто с электропривода потому что просто электрических машин которые сейчас пощупывают нас за эмоциональную составляющую уже достаточно много хунда киа выпускают какие-то n-версии то есть который чуть быстрее которые вроде как должны ехать и по треку неплохо n-кот будет давать что-то что до этого не давали другие электромобили а именно совсем другую динамику управляемость именно на треке потому что n-ки это всегда были машины ближе к трек хотя используется в основном городе но просто чтобы вы знали что эти машины выезжают на трек их проверяют на трек чтобы они давали какой-то результат так вот м3 в 2026 году кроме странного дизайна будет иметь еще четыре двигателя почему это настолько важно что я решил записать это видео потому что до этого машина которая имела четыре двигателя она называлась ремак неверо и стоит она от двух миллионов евро есть еще одна машина со значком пенинфорина которая перелицована ремак неверо и она тоже стоит еще дороже потому что у нее чуть лучше дизайн все другие машины с четырьмя двигателями которые доступны на рынках как правило это с хиви и используют они эти четыре двигателя не так как использует ремак неверо в чем конструктивная и глобальная разница конструктивно разница в том что если четыре двигателя у нас попадает в севе или какой-то другой пикап внедорожник это используется для того чтобы машина идеально подбирала мощность каждого двигателя для того чтобы выбраться из какой-то грязи песка и так далее так далее это очень крутая вещь которая заменяет нам а муфты которая делает так что нам не нужны никакие блокировки каждое колесо в отдельности понимает как выбираться из грязи если мы говорим про спортивную машину и трек ситуация намного сложнее потому что когда мы едем на треке у нас все колеса двигаются тоже немножко по-разному почему это важно потому что ну какое колесо на внешней стороне какой-то на внутренней а бывает еще есть колесо еще заднее которое можно подтормаживать отдельно для того чтобы вкручиваться в поворот лучше когда машина понимает что ты выкрутил руль у нее недостаточно поворачиваемость не хватает сцепление с дорогой не хватает прижимной силы не хватает чего-то для того чтобы крутиться в поворот и я это не придумал был скандал формуле 1 когда фотограф заснял один из болидов у которого задний тормозной диск был раскаленный а передний нет им было непонятно почему так происходит оказалось что они добавили третью педаль для того чтобы потормаживать конкретно одно заднее колесо конкретных поворотов то есть больше было определенные поворотов и они подтормаживали конкретное заднее колесо для того чтобы болид скручивался кстати эту команду тогда за это не оштрафовали по той причине что посчитали что это вроде как не запрещено а значит разрешено поэтому машина которая будет вычитать на ходу какое колесо правильнее и быстрее крутить будет на треке нарушать законы физики это уже происходит с ремак новера это очень очень быстрая машина очень быстрая на треке несмотря на достаточно скромную аэродинамику и обвес ну то есть у нее нет какого-то сумасшедшего антикрыла нет чего-то что формирует прижимную силу это достаточно скромно как для таких характеристик выглядящая машина и показывает она невероятный результат а внимание у ремак новера 2000 лошадиных сил если мы представим любую спортивную машину которые даже сейчас ездят допустим ездит корвет современный корвет stingray и у него в большей части версии только задний привод если мы разместим вот эти 2000 лошадиных сил еще и разместим их такие как выдает электромобиль с моментальной полкой с моментальной отдачи все ньютон метры буквально сразу эта машина который вы не сможете в принципе управлять в реальной жизни вообще это машина которая будет стараться вас убить каждую следующую секунду а ремак ремак пытался убить ричарда хаммонда но в целом это достаточно безопасная машина как для такой мощность и что мы будем иметь мы будете иметь машину которую можно докрутить сумасшедшее количество лошадиных сил а я надеюсь что бмв несмотря на то что это ай м3 они м3 естественно не выпустят они же не могут сразу же обрубить экран и выпустят машину для людей которые хотят ездить громко они быстро для этих людей будет м3 а людей которые хотят ездить быстро они громко будет ай м3 так вот я надеюсь что они и докрутят до той мощности которой она должна быть я надеюсь что они не будет и урезать чтобы специально купили м3 вместо ай м3 конечно это что-то будет конечно они не выдадут максимум но потенциал у этой истории сумасшедший и главная цена то есть так как это м3 они ремак nevera конечно мы не говорим о миллионах это будет даже наверное сотня и до сотни или чуть больше сотни но это будет крутейший электромобиль за свои деньги с крутейшей управляемость и я очень хочу на этой машине проехаться по треку я очень хочу понять как это будет работать потому что на ремак nevera до сих пор проехаться мне не получилось важно что они еще поработали над батареей это цилиндрическая батарея такая же точно как ставится хотел показать на плат но здесь нет ни одной машине нету вот этой большой 4680 батарейки они ставятся на cyber track и ставятся на некоторые модулой это плюс потому что скорее все батарея не будет перегреваться так как она чаще всего перегревается на других электромобилях в том числе и на этих двух она не выдерживает той нагрузки который мы можем дать и на трек это плед с карбонокерамическим пакетом а это кибер 3 с нашим крутым обвесом но ни одно ни другое не помогает сделать так что батарея не перегревалась м как с классной батареи которая авансом я надеюсь перегреваться не будет 4 двигателя шикарный отдельный компьютер который высчитывает рассчитывает каждое колесо на период и в зависимости от поворота руля понимает какое колесо как должно вертеться крутится сколько на него подать мощность что может пойти не так ну конечно же может пойти не так особенно последний свежий бмв может пойти не так внешность это отдельный уже повод для споров несмотря на то что мне очень понравилась бмв i7 и так как я владелец бмв я имею право сказать что она уродлива но технически она мне очень понравилась а какая у меня бмв посмотрите выпуск с ай-7 я там ее показываю внешность новой тройки еще только в основном на рендерах предпоказ был и мы точно не знаем но уже понятно что она будет специфической с этим я тоже надеюсь что мы поможем это возможно будет первый боди кит который мы сделаем не для тесла потому что мне очень хочется чтобы эта машина стала популярно мне очень хочется чтобы электромир рассмаковал и авто энтузиаста рассмаковали что такое электровобиль которые распустили и выкрутили его потенциал на полную если это даст нам бмв если меня назовет тест драйв мы сделаем ей классную внешность агрессивную крутую внешность которой она достойна поэтому вот такие перспективы у нас на этот год. Спасибо, что подписаны на этот канал. Спасибо, что отдариваете нас лайками. Будем ждать новые национальные машины. И, естественно, все покажем здесь. Так что, увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»